друзья всем привет с вами Orox тема сегодняшнего видео онлайн сервис для аренды железа и видеокарт это российский сервис для аренды железа и соответственно вы его можете оплачивать вашими обычными банковскими картами и пользоваться им без vpn у многих пользователей которые к нам обращаются с покупкой курса автомате 4 единицы на stable div.ru есть очень частый вопрос как я могу проходить ваш курс если у меня нет мощной видеокарты у меня вот ноутбук вот такой вот как я могу в общем то на нем генерировать и для таких вот пользователей есть вот такое решение то есть вы можете арендовать вот такой онлайн сервис и арендовать в нем железо которое вам действительно нужно для генерации и работать с этим онлайн сервис вы можете с любого устройства в общем то с ноутбука с простенького компьютера и получить доступную мобильность. Сервис этот очень недорогой и очень удобный. Поэтому давайте начинать и посмотрим, что это за сервис. Смотрите, в адресную строку браузера вводите gpudc.ru и переходите на вот такую страницу. Что здесь у нас есть? Здесь у нас есть рабочие станции. Давайте опустимся ниже. Вот такие вот рабочие станции у нас доступны на данный момент. Но они меняются. Какие-то из них становятся занятыми, какие-то свободными. И вот такие вот цены, которые вы сейчас видите на экране. И вот к этой вот таблице, которая у нас на сайте, я предлагаю вам поставить на паузу, прямо посмотреть, какие скорости выдают вот эти вот карты. То есть на одном и том же изображении я тестировал скорость генерации, и у меня получились вот такие вот скорости. Если взять видеокарту M40, это самая дешевая здесь видеокарта, 6 рублей всего лишь аренда, 1 час на ней стоит. И на разрешение изображения 768 на 768 получается скорость 27 секунд. Это на модели 1.5. При 1024 54 секунды. Forge работает медленнее, проверял, поэтому я даже писать не стал. Если берем модель уже SDXL, то скорость на 768 составляет 46 секунд. То, что касается видеокарты 3090, она уже вот стоит 40 рублей. 4 секунды 768 изображение генерирует. И 1024 6 секунд. На Forge работает еще быстрее. Вот на RTX от 3000 серии до 4000 серии Forge работает заметно быстрее. То есть на 5% стабильно прям прирост скорости есть. Ну и на SDXL модели 3090 генерирует за 6 секунд 768 и за 8.5 секунд 1024. На Forge, естественно, чуть быстрее. Но остальное просто на паузу ставьте и смотрите. Давайте я кратко объясню процесс, как вообще все это будем настраивать. Для начала арендуем вот такую вот самую простую сборку на M40, которая стоит 6 рублей. Но самое важное, арендуйте ее на SSD диске. То есть обратите внимание, чтобы диск был именно SSD. Иначе процесс установки сильно затянется. И после того, как мы все вот это настроим на вот этой вот простой арендованной системе, мы завершим работу и сохраним нашу сессию. И после этого арендуем видеокарту 3090 на 24 гигабайта и загрузим нашу сохраненную сессию. И, соответственно, после того, как мы загрузим наш сервер, мы получим внешний вид нашей системы полностью в том же самом виде, в котором мы сохраняли сессию. И можем продолжить уже работать на более дорогой видеокарте. Но давайте начинать. Первым делом нам нужно зарегистрироваться. Нажимаем регистрация. Вводим здесь фамилии, имя, отчество, e-mail, на который придет подтверждение, номер телефона, на который придет подтверждение. Придумываем пароль, нажимаем согласиться, нажимаем зарегистрировать. Вам на почту приходит ссылка, по которой вы переходите, вводите логин, пароль и вы попадаете в свою учетную запись. В своей учетной записи вы нажимаете вот сюда, вот по своей фамилии, выбираете мой баланс. У вас открывается баланс. Здесь вы нажимаете, какую сумму вы хотите добавить. Нажимаете, допустим, 100 рублей или 200. В принципе, для пробы этого вполне достаточно. Нажимаете запросить счет. Вам открывается специальная страница для оплаты. Вы можете выбрать оплату обычной банковской картой. Пишите реквизиты банковской карты и оплачиваете. После этого кликаете вот сюда, вот рабочие станции. Выбираете здесь нужную вам рабочую станцию. Я предлагаю выбрать вариант именно за 6 рублей. Но главное, чтобы SSD диск, вот такой вот HDD диск не подойдет. Я же сейчас арендую видеокарту 3090, потому что у меня, в общем-то, сессия уже настроена. Но я вам объясню, как это делается все равно. Нажимаю арендовать. Выбираю здесь сохраненный образ 0. Но в вашем случае этого сохраненного образа 0 не будет. Поэтому вам будет нужно выбрать Windows 10 Workstation. Здесь нажимаете согласиться и нажимаете арендовать. После этого у вас откроется вот такая вот страница, где вам нужно подождать примерно минут 12-15. Главное, не выбирайте HDD диск, потому что если вы выбрали HDD диск, то вам придется ждать порядка 20 минут. Работает это, естественно, намного медленнее на жестком диске, на обычном. Поэтому только SSD диск. То есть что сейчас происходит? Сейчас устанавливается операционная система Windows 10 у вас на этот сервер. И пока она устанавливается, деньги с вас не снимаются. То есть после того, как это все установится, у вас откроются пароли, и с этого момента у вас пойдут деньги. Сама же вот эта страница, она на автомате не обновляется. Поэтому вам нужно нажимать вот сюда, вот обновить страницу периодически. Видите, здесь что-то меняется. То есть вот так вот нажимаете, проверяете, на каком моменте установка вашей операционной системы на данный момент находится. Как только появятся пароли, нужно будет уже начинать работать. Потому что с этого момента время уже ваше начинает идти, и вы уже за него платите. Здесь сверху показано, сколько у нас средств сейчас на счету, и сколько мы по времени можем использовать за наши средства арендованную железо, то есть арендованную видеокарту. Видеокарта 3090 стоит в районе 100 тысяч, и за эти деньги вы можете примерно арендовать вот этот вот сервис на 2500 часов. Если вы в день будете работать хотя бы по 3 часа, то этих средств, которые стоит эта видеокарта, вам примерно хватит на полтора года. И вот моя сборка готова. Я нажал здесь рефреш, обновить страницу, и у меня появились вот такие вот пароли. Мы копируем вот этот вот пароль, рабочий стол и RDP, нажимаем копи. В Windows 10, 11, нажимаем вот здесь вот на поиск. Пишем вот здесь вот в поиске. Подключение. И выбираем подключение к удаленному рабочему столу. Нажимаем. У нас появляется вот такое вот окно. Здесь мы нажимаем правой клавиши мыши, нажимаем вставить то, что мы скопировали вот здесь. Рабочий стол и RDP. Нажимаем подключиться. И нам предлагается ввести пароль. User здесь остается user, так же, как и здесь. Мы ничего не меняем. Нажимаем вот здесь вот копировать. И сюда нажимаем сочетание клавишной клавиатуры Ctrl V, чтобы это все ставить. Нажимаем теперь ОК. У нас высвечивается вот такое вот окно с предупреждением. Нажимаем Да. И подключаемся к удаленному рабочему столу. То есть это удаленный сервер. То есть, в общем-то, окно компьютера другого на нашем компьютере. Если мы подведем мышку вот так вот кверху рабочего стола, то у нас высвечивается вот такой вот заголовочек. Здесь мы можем свернуть этот рабочий стол. Можем его свернуть в окно. Вот так вот уменьшить. Видите? То есть это отдельное окно другого компьютера. Вот если дважды по шапке здесь щелкаем, то это окно раскрывается. Можем его закрыть. Открыть, соответственно, так же, как и мы только что открывали. Подключение к удаленному рабочему столу. И вводим пароль. И подключаемся. Вот это вот то, что у меня сейчас здесь установлено. Это я уже настроил эту сборку. Вам придется настроить это все с нуля. У вас здесь на рабочем столе будет только корзина и браузер Microsoft Edge. Вам нужно будет перейти в Edge и найти там Send Browser или какой-нибудь Google Chrome браузер. В общем-то, установить его, потому что на всякий случай, не знаю, как через Edge работает, но с Chrome, Send Browser автоматика работает отлично. Проблем с ними нет. Рекомендую вам Send Browser. Я вам предлагаю установить мою сборку автоматика, портабельную. Почему именно мою? Потому что она очень быстро устанавливается и она уже полностью настроена. Вам не нужно будет тратить время, чтобы на вот этом сервере все это настроить. Просто ее разворачивать, распакуйте с помощью 7-zip архиватора. Ссылка на мою сборку будет в описании под этим видео. Так что переходите, скачивайте ее. Там будет два варианта скачивания. Один вариант будет из Яндекс.Диска, а второй вариант прямо из Телеграма, в который вы перейдете для того, чтобы ее скачать. Там будет вот такая вот запись. Здесь расписано, что в этой сборке есть. Вот такие вот расширения. Большой набор расширений уже установлены. В ней уже встроены апскейлеры, есть орган, встроенные нужные вае, встроенные текстовые инверсии, GFPGAN, кодформер и новый QDNN, который ускоряет скорость генерации. Ну а также еще классические стили для автоматик 4 единицы и стили для SDXL Styles. Все это скачать можно абсолютно бесплатно, так что переходите, скачивайте. Ну и скачать мой архив Stable.Dif со сборкой нужно, естественно, прямо из этого сервера. То есть вы прямо с него переходите на Яндекс.Диск и скачиваете вот этот архив. Если у вас не получилось с Яндекс.Диска скачать в Телеграм, здесь заходить не надо, и вообще в другие какие-то сервисы, где нужно ввести ваши личные данные, личные пароли, ни в коем случае этого здесь не делайте. В этом случае, если вы скачали куда-то это на рабочий стол, эту сборку, вы можете ее сюда закинуть. Давайте я покажу, как это сделать. Смотрите, представим, что у вас на рабочем столе, вот это вот черное окно, это мой рабочий компьютер, то есть есть вот такой вот архив Stable.Dif 7-zip. Вы нажимаете по этому файлу, по этому архиву, нажимаете сочетание клавиш Ctrl-C или правой клавиши по этому архиву нажимаете, и вы нажимаете копировать, то есть копируете, переходите теперь вот сюда вот в окно сервера и нажимаете здесь правой клавиши, выбираете вставить. То есть через буфер обмен вы можете обмениваться файлами и в одну, и в другую сторону. Сейчас мне говорит, что такой файл уже есть, заменить его или не копировать. Давайте я выберу не копировать, потому что у меня он уже есть. После того, как у вас архив отскачен, вы можете его распаковать, но если правой клавиши нажимаете, этих опций 7-zip здесь нет, поэтому вам нужно открыть сам 7-zip, вот сюда вот нажимаете, выбираете менеджер. В этом менеджере уже находите диск C, находите вот этот вот архив, по нему нажимаете правой клавиши, нажимаете 7-zip, распаковать, и распаковываете этот архив прямо сюда вот в корень. Теперь нужно дождаться, пока все это распакуется, займет это немного времени, конечно же. И вот наша сборка распаковалась, теперь можно этот менеджер 7-zip закрыть, и вот у нас вот такая вот папка появилась, stable.dif, открываем эту папку, и можем вот с помощью вот этого вот файла run запустить нашу сборку. Но если мы это сейчас сделаем, то у нас на автомате скачается модель базовая 1.5. Она весит 4 гигабайта, и она, в общем-то, нам не нужна. Почему? Потому что она генерирует плохо. Поэтому нам нужно открыть санбраузер. Давайте его откроем. И перейдем по вот такому вот адресу, и скачаем модель Reliberate 3 с Hagenface. Для этого напротив вот этой вот модели, Reliberate 3, нажимаем вот сюда вот по стрелочке, и нажимаем скачать. Но скачать нужно сразу в нужную папку, поэтому откроем. Поэтому откроем браузер, найдем наш диск C. Поэтому откроем браузер, найдем наш диск C, зайдем в него, найдем здесь stable.dif, зайдем здесь в WebUI, зайдем здесь в папку Models, перейдем в stable.difusion, и сюда вот сохраним нашу модель. Выберем выбрать папку, и нажмем скачать. Вот здесь вот видно, что началась загрузка. Как только вот эта вот синяя полоска пройдет по кругу, то наша модель скачается. Можно всегда вот так вот открыть и посмотреть, сколько еще осталось. Модель весит всего лишь 2 гигабайта, скачивается она быстро, и скачивается сразу в нашу сборку. А для работы с InPaint, я вам предлагаю сразу тоже скачать модель Reliberate версии 3 InPainting. Вот сюда вот нажимаете, и аналогично скачиваете и эту модель для работы с InPainting. А для того, чтобы работать с SDXL моделью, соответственно, вам нужно скачать SDXL модель. Переходим в civetai.com, находим здесь модель Juggernaut или любую другую SDXL модель. Но я бы рекомендовал Juggernaut. Открываем эту модель, опускаемся здесь ниже, видим кнопку Download. Еще бывает вот вместо вот этой большой кнопки такая маленькая стрелочка вниз. То есть это тоже Download. Выбирайте папку, в которой нужно сохранить. Путь, в общем-то, тот же самый, как мы и сохраняли модель 1.5. Нажимаем Сохранить и, соответственно, скачать эту модель. И вот моя модель скачалась. И вот модель Reliberate версии 3 скачалась. Теперь можно приступать к запуску. Смотрите, эта сборка, она уже настроенная. То есть в ней уже все расширения есть, которые вам, в общем-то, могут пригодиться. WebUseBet файл тоже настроен. Если хотите проверить, нажимаете по нему правую клавишу мыши, выбираете Изменить. И здесь уже есть, в общем-то, основные настройки, которые вам нужны. Но самое главное, не запускайте эту сборку с помощью WebUseBet. Если вы запустите с помощью вот этого батника, то в этом случае у вас сборка эта сломается. Придется ее распаковывать заново. Поэтому переходим назад в StableGif и запускаем эту сборку с помощью бат-файла Run. Ну и вот запустилась сборка. Вот так вот она выглядит. Здесь, в общем-то, можно выбрать модель. Я выбрал SDXL модель. Вот такой вот небольшой промпт вел. Сгенерировал. По скорости генерации на 3090 получается 8,1 секунда на моей сборке. 1024 на 1024. Есть ControlNet. ControlNet добавляется по аналогии с тем, как я файлы через буфер обмен сюда закидывал. Control-C на своем компьютере. И сюда входите в папку, в нужную. Давайте я покажу теперь, где находятся модели ControlNet. Они находятся, естественно, в автоматике. StableDiv. WebUI. В папке Models. И находится вот здесь ControlNet. То есть вот сюда вот закидываете модели. Каким образом закидываете? Через буфер обмен. То есть на компьютере на своем выбираете эти модели. Нажимаете Control-C и сюда переходите к Control-V. Ссылки на основные модели я вам приложу в описании под этим видео. Ну а для тех, кто у нас на курсе, там есть отдельные ссылки на модели. Там более хорошая подборка. Еще раз напомню, курс продается на StableDiv.ru. Только там я его продаю. Ну и что в этой сборке есть, давайте я так быстро пробегусь. Здесь есть ControlNet. Модели, если вы скачали и установили, то они здесь тоже будут. Здесь есть реактор. Он уже настроен. И InsideFace библиотека здесь уже внутри есть зашита. Здесь есть Canvas Editor. Photopia. Есть удаление фона. В Extras находится сам внизу. Удалить фон. В Image to Image есть вкладка InPaint Background. То есть замена автоматической фона. Для модели 1.5, например, Reliberate версии 3, есть текстовая версия. Вот такие вот. Если у вас здесь ничего нет, выберите модель 1.5, нажмите Refresh, и это все появится. Также установлен вот такой переводчик и система управления токенами. То есть можно токены перемещать. Можно дважды по какому-то токену щелкнуть, его отключить, включить. Можно на русском писать собака, например, и получить автоматический перевод. Можно вот так закрыть токен, поднять ему вес, плюс-минус. Также сделан ряд настройок, вот это все здесь вынесено. Еще дополнительное расширение Interagator. Но в общем много здесь всего есть, и вам не нужно заморачиваться все это настраивать. Теперь что по поводу Forge. Для того, чтобы установить Forge, вам нужно перейти на вот эту вот страницу, официальная страница Forge. Здесь в самый низ опускаетесь, ищите вот такую вот ссылку «Скачать архив». То есть скачиваете архив, дальше распаковываете его прям по тому же самому принципу. То есть прям нажать «Распаковать». Здесь уже можно «Венераром» распаковывать спокойно. И вы, в общем-то, так же, вот прям как мою сборку, это все настраиваете. На видеокартах RTX Forge работает точно быстрее немножко. А вот на видеокартах Tesla, там вот этих вот специальных видеокартах, которые были в списке, это все работает немного медленнее. Поэтому, в общем-то, если вы планируете арендовать видеокарты Tesla, то не нужно ставить Forge. А если RTX, как я сейчас арендовал, 3090, то вполне можно поставить Forge и немножко получить буст по скорости. Но Forge, естественно, изначально в себе не имеет тех настроек, тех расширений, которые находятся в моей сборке. Помимо этого всего, вы сюда можете поставить еще и фокус, можете поставить сюда и ConfiUI, и всем этим пользоваться так же, как вы могли бы пользоваться этим всем со своего компьютера. То есть запускать ConfiUI, запускать фокус, запускать автоматик. В общем-то, все это можно делать. И если вы поставите сюда несколько сборок, у меня сейчас две сборки, Forge и моя обычная сборка, то у вас наверняка появится вопрос, что делать с моделями. И вот с моделями я предлагаю всегда ставить отдельную папку. В эту папку помещаете прямо вот так вот все ваши модели. И вот эти модели уже подключаете символическими ссылками. Как все это делать, я рассказываю более подробно на своем курсе. Мой курс, я еще раз напомню, продается исключительно только на платформе StableGif.ru. Ссылка на него будет в описании под этим видео. Так что переходите, по крайней мере, посмотреть можете, что там есть. Ну и давайте покажу, как завершить работу. Для начала давайте закроем автоматик. Можно, в принципе, окно закрыть. Наводим вот сюда вот мышкой в верхнюю часть экрана. Закрываем это окно, нажимаем ОК, закрыть. Обратно переходим на страницу аренды сервиса. Здесь нажимаем по вот этой вот стрелочке, завершить. Здесь мы можем выбрать без сохранения образа или сохранить образ 0 на нашем диске. Что это значит? Сохранить образ – это все, что мы сейчас настроили. Это сохраниться. Это займет, конечно, какое-то время, примерно минут 30. То есть минут 30 вы не сможете здесь арендовать другой сервер со старым вот этим вот образом, который вы только что записываете. То есть для его записи нужно немножко времени. Вот если вы нажмете без сохранения, то вот все, что мы настраивали, это не сохранится. Поэтому нажимайте «Сохранить образ» и ваш образ будет сохранен. Аренда видеокарты будет завершена. И время уже идти не будет. Соответственно, с вас деньги снимать не будут. Поэтому обязательно не забывайте завершать работу, иначе с вас просто спишут все деньги. Нажимаем «Завершить» и выбираем «Сохранить образ». И вот теперь наш образ должен сохраниться. На это уйдет немножко времени, там минут 30, возможно. Иногда вот здесь прямо сверху пишут, что нужно какое-то время, чтобы образ вас сохранить. Но я сейчас нажал без сохранения, поэтому у меня вот так вот аренда завершена и все. Что по деньгам, вот пока я вам все это показывал, я потратил 22 рубля примерно. То есть по времени аренды это заняло около получаса. То есть аренда заняла примерно получаса, я потратил 22 рубля. Пока вот это все сейчас снимал. И чтобы теперь арендовать другую станцию, нажимаете «Рабочие станции». Выбираете, что вам здесь понравилось. Например, 40-90 можете арендовать. Нажимаете «Арендовать». Выбираете «Сохраненный образ 0» уже на этот раз. Вот так вот. Нажимаете «Согласиться» и «Арендовать». И теперь вы арендуете уже видеокарту 40-90 на 24 гигабайта. И сюда вы загрузите все, что вы настроили в предыдущей рабочей станции. И в общем-то продолжите с того момента, с которого остановились. Но уже на более мощной и дорогой видеокарте. Друзья, на этом у меня все. Еще раз хочу напомнить, что у меня есть курс, который я продаю по автоматику. Он находится на странице stablegif.ru. Здесь вы можете полистать, посмотреть описание, что в нем есть. Вот здесь есть подробная программа. То есть можете полистать. Стоимость курса достаточно небольшая. Есть без поддержки вариант, есть с поддержкой. Есть у нас еще большой телеграм-канал для общения. Там вы можете задавать ваши вопросы, делиться вашими артами. И на этом же телеграм-канале вы можете скачать сборку, которую я вам показывал. Еще у меня есть бусте. Спасибо тем, кто меня поддерживает на бусте. Огромное вам спасибо. Это для меня очень важно. Всем хорошего настроения. Удачной генерации. До встречи в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...